Пятый результат своей группы, вот он на ваших экранах. В общем-то, с учётом двух групп, это девятый всего лишь результат. А теперь, короткая программа. Очень хочется надеяться на его успех сегодня и после завтра в произвольной программе. Он может, конечно, компенсировать неудачу. Первый день, это ему по силам, знаем, как он умеет собираться. Да и вообще, это звезда фигурного катания. Мирового масштаба. Только три вместо четырёх. Или четыре. Мы оба волнуемся, переживаем с Андреем. Вы знаете, у меня ощущение, что он 3-3 сделал, но посмотрим по вдове. Андрей думает, что четыре. Ну вот, два актера тресла на оборотах, прыжок, который так высоко и так далеко. Таким далёким пролётом и высоким, пожалуй, никто не выполняет, как Алексей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Браво, Алексей! Публика аплодирует стоя, обратите внимание. Оценила подостоинство выступления нашего фигуристы. И посмотрите на выражение лица Алексея. Живлаки играют над фулом спортсменов. Да, он, конечно, реабилитировался за неудачи в первый день. И я думаю, что у него есть прекрасные шансы побороться даже за первое место. За звание чемпиона мира, который он уже трижды завоевывал, трижды подряд. Напомню, чемпион мира 98, 99 и 2000 году. Но, к сожалению, вот первый день соревнований, я думаю, ему помешала травма ноги. И он в безобидной ситуации повредил ногу после пробежки. Обычной пробежки он почувствовал. За три дня до старта. Браво, Алексей. Я с вами согласен, Александр, когда вы сказали, что он умеет собираться в решающие моменты. И травма, и неудачное выступление в квалификации. Ну, как откатался. Прошлый сезон для него был тяжелейший. Я с каким блеском он выиграл чемпионат мира. Ну, вот смотрим. Повтор. Вы считаете четыре, да? Так, напряженнейший спор, конечно, предполагался до старта между Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко. Любим нашим знаменитым фигуристом. И причем этот спор начался уже с тренировок, даже до квалификации. А ведется он уже, как минимум, третий сезон, проигрывая на чемпионатах России трижды подряд. И на чемпионатах Европы дважды Евгению Плющенко. Алексей Ягудиным, тем не менее, на каждом из трех предыдущих чемпионатов мира опережал и его, и всех остальных. Умеет мобилизоваться в нужный момент. Он это демонстрировал прекрасно. На главный старт года, на чемпионат мира, Татьяна Тарасова, видите, ликует. Радость сквозь слежи, пожалуй. Умеет выступать невероятно вдохновенно. И от всего победы особо незабываемые, такие национальные. Даже слезы проливал Алексей, я помню, после побед. Собирался как на последнюю. Роскошная. Роскошная, роскошная. Ну, как студии оставляют небольшой зазор для тех, кто будет выступать дальше. И для нашего Евгения Плющенко, и, возможно, для американца Элдриджа, канадца Стойко. Но пока он, вот видите, единогласно лидер. А следом за ним мы увидим выступление еще одного россиянина, Александра Ассо. 21 год. Алексей в том числе здесь, 18 марта. Молодой спортсмен, но вот, вы знаете, его победы, наверное, вот они как-то быстро взросли. Здесь спортсмены. Когда вы...